Наталья Иерусалимова родилась в Прокопьевске. 13 лет назад переехала в Междуреченск. Получив высшее образование по направлению электромеханика, девушка продолжила развиваться. Наталья признается, фотография – дело семейное. Это серьезно повлияло на нее. Инстаграмщица обучалась у лучших фотографов и видеографов России и начала использовать Инстаграм в качестве портфолио. Именно это помогло ей набрать аудиторию в почти 3000 человек. Там все мои мысли, все мои чувства, переживания. Любое фото, выставленное в Инстаграме – это история. Это моя история. Меня вдохновляет музыка, кино, клипы музыкальные. Я могу смотреть их часами просто. Муз-ТВ включаю, и меня это вот, вот это вот надо прям снять. Такую люди могут вдохновлять сами. Иногда я вижу красивую девушку. Элементарно, даже в автобусе. Я могу просто, вот раньше я была закомплексованная. А сейчас мне как-то проще так с людьми общаться, что я могу подойти, познакомиться. Я когда показываю свое портфолио, люди сразу ко мне более расположены. И идут на контакт. Всегда, никогда не отказывай лишь. Читаю, что для развив... Вот, ну я как со стороны фотографа, наверное, говорю. Чтобы развивать свой Инстаграм, я, наверное, считаю, что больше нужно быть собой. И развивать именно себя. И показывать, что ты развиваешься, что не стоишь на месте. И люди будут чувствовать вот эту оттягу твоим знанием. И тоже стремиться и учиться у тебя. Инстаграм для Натальи не только способ самовыражения и развития, но и огромная возможность для общения и знакомств. Междуреченко даже называет свою публику «Мои люди». Я прям счастлива, что мои подписчики, не все, конечно, но многие мои девочки, они вот все, кто у меня был, практически все, кто у меня были на съемках или которые хотят ко мне попасть. Они всегда как-то на какие-то истории, вот они откликаются. Очень часто ко мне девочки, женщины приходят, девушки, на фотосессию в трудных жизненных каких-то ситуациях. Я даже иногда выступаю ролью психолога. Иногда, что мне тоже очень лестно, приятно, что вот люди доверяются мне, идут за тем, чтобы в какой-то степени раскрыть себя, посмотреть на себя с другой стороны. Потому что они видят мои работы и пишут мне свои истории какие-то, рассказывают. Сейчас у меня очень много друзей, вот прям, ну, настоящих даже, я могу сказать. Не просто, а именно вот друзей, которые в любую минуту могут поддержать. И это, да, это мои бывшие клиентки. Очень много фотографов. Я с ними познакомилась в Инстаграме, и мы общаемся довольно-таки уже продолжительное время. И я считаю, что это прям благодаря Инстаграму. Своим домом Наталья Иерусалимова считает Междуреченск. К слову, ее аудитория в большинстве – люди, проживающие Междурек. У меня вообще в жизни всегда играет первое впечатление. Когда я первый раз увидела город Междуреченск, Междуреченск, я прям в него влюбилась, правда. Вот эти улочки, это гора Югус, Саркашинка. Вот, наверное, эти самые такие места, которые меня поразили. Вот, я решила для себя, наверное, в голове, что я здесь останусь. У меня сын – горнолыжник, поэтому для нас Югус – это такое место, место силы, место энергии. Я считаю почему-то своим городом родным, не в обиду моим близким. Это Междуреченск. Потому что здесь, вот здесь все как дома. Мне здесь уютно, мне здесь спокойно. Этот город для меня всегда останется в моем сердце, но я обязательно хочу свою работу, что свое видение хочу донести, может быть, даже и до всего мира. Академенск. Субтитры сделал DimaTorzok